Здравствуйте! В эфире выпуск новостей телекомпании ТВИН в студии Павел Берсенев. Сегодня я расскажу вам о самых заметных городских событиях и сейчас коротко о главном. Доверчивость, муза, аферистов. О новых случаях мошенничества в нашем материале. Глубокое погружение в проблему. Эковолонтеры исследуют состояние дна реки Урал с помощью подводного робота. Хозяева Востока, хозяева Урала. Магнитогорский Металлург впервые в сезоне обыграл Челябинский трактор 6.3. А сейчас об этих и других событиях более подробно. Социально-экономическое развитие Магнитогорска на ближайшие три года обсудили на расширенном аппаратном совещании в администрации города. Также был озвучен доклад о работе Магнитогорской государственной консерватории. Нашлось место на заседании и церемонии награждения. Обо всем по порядку далее. Прогноз развития Магнитогорска традиционно был составлен в двух вариантах – базовом и консервативном. Для планирования доходов бюджета за основу был взят первый, более оптимистичный сценарий. Впрочем, при любом раскладе прогнозируется восстановительный рост. Он связан с увеличением объемов производства металлопродукции. Инвестиционная активность, конечно же, связана с объемом вложений городообразующего предприятия «Паум-МК», доля которого в общем объеме инвестиций городских составила почти 83%. Осуществляется реализация инвестиционных программ «Паум-МК». И речь идет о таких проектах, как строительство комплексов копсовой батареи, доменной печи, комплексов установки разделения воздуха. Показатели малого и среднего предпринимательства также влияют на экономику города. Этот бизнес, по словам Александры Макаровой, также развивается. Выросло количество субъектов и общий объем налоговых поступлений. Прогнозируется стабильный рост фонда оплаты труда до уровня 126,5 миллиардов рублей. Далее на совещании рассказали о работе Магнитогорской консерватории. Ее структура включает все ступени уровня от дополнительного до среднего и высшего профессионального образования. Согласно данным федеральных мониторинговых систем, консерватории стабильно высокие показатели профессионального труда и жесткого выпускников. При требуемом пороговом значении в 60% наши показатели калибруются от 83,5 в 2019 году до 100% трудоустройства 2021. Что подтверждает высокую профессиональную мотивацию и уровень подготовки наших специалистов. В этом году консерватории исполняется 30 лет. В честь юбилея глава города вручил ректору учебного заведения цветы. Далее состоялось награждение почетным знаком за заслуги перед городом Магнитогорском директора по экономике ММК Андрея Еремина и заместителей генерального директора по продажам ММК Сергея Ушакова. Делают гораздо больше, чем позволяет нам бюджет с вами. Они привлекают дополнительные силы, энергию Магнитогорского металлургического комбината. Виктор Филиппович Рашников всячески это поддерживает и поощряет. Помимо этого я хочу сказать, что это два неравнодушных человека, которые еще и участвуют и личными средствами. Под занавес совещания наградили победителей конкурса среди промышленных предприятий по благоустройству города. Ими стали огнеупор, гороэлектросеть и прокат-монтаж. Павел Дрюсенев, Георгий Бадаев, телекомпания ТВИН. И вновь о наболевшем. Порой кажется, что учиться на чужих ошибках способны лишь единицы. Ежедневно огромное количество людей становится жертвами мошенников. Причем попадаются на крючок злоумышленников и старый млад. Жолики используют как новые схемы обмана, так и уже классические, о которых не раз говорилось в СМИ. О некоторых инцидентах расскажем далее. Одной из жертв стал мужчина 1972 года рождения. Ему позвонил неизвестный и предложил заработать, играя на бирже. Тот согласился и установил специальную программу, ссылку на которую ему прислали. В течение трех недель начинающий инвестор вкладывал свои накопления, а также деньги, взятые в кредит. Все это время у него был доступ к платформе, и он видел, как ему якобы начисляется процент. Когда Магнитогорец в очередной раз решил перевести крупную сумму денег, его банковские карты оказались заблокированными в связи с подозрительными действиями. Мужчина понял, что его обманули и обратился в полицию. В общей сложности Магнитогорец перевел мошенникам более 2 миллионов 200 тысяч рублей. Стремление к легкому заработку подвело и 37-летнюю многодетную мать. Она наткнулась на объявление о подработке. В известном маркетплейсе нужно было ставить лайки товарам и получать за это вознаграждение. Поначалу так оно и было. Затем куратор предложил зарегистрироваться на сайте, который внешне напоминал крупный интернет-магазин. Мошенник убедил, что необходимо покупать товары, а затем отменять заказ. Якобы так создается повышенный спрос, а средства позднее вернутся на счет. И сначала деньги действительно возвращались, но так продолжалось недолго. Потерпевшая настолько увлеклась этой схемой, что оформила несколько кредитов, чтобы оплатить очередной товар в надежде заработать больше. После того, как она решила забрать заработанные деньги, зломышленники перестали выходить на связь. Горожанка поняла, что ее обманули и обратилась в полицию. Причиненный ущерб составил 800 тысяч рублей. Продолжают работать и старые схемы мошенников. Пожилой женщине из села Чесма позвонил неизвестный, представился сотрудником банка и сказал, что на нее пытаются оформить кредит. Чтобы этого избежать, нужно перевести деньги на безопасный счет. Но у женщины не было денег на счете, только наличные. Женщина последовала указанию злоумышленника, приехала в город Магнитогорск и в одном из банков, на который указал злоумышленник, с помощью банкомата перевела более 98 тысяч рублей. Поняв, что ее обманули, она обратилась в полицию. Полиция в очередной раз просит всех быть бдительными, не доверять неизвестным дозвонившимся. Мошенники могут представиться кем угодно, не нужно следовать их указаниям. Также следует помнить, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Павел Берсенев, Алексей Абашин, телекомпания ТВИН. Магнитогорск впервые принимает матч звезд студенческой хоккейной лиги. Решающее сражение команд зон Востока и Запада пройдет 26 ноября. Но спортсмены из разных городов уже на месте и готовы знакомиться с металлургической столицей. Первым пунктом в программе для гостей экскурсия на промплощадку ММК. Подробности в сюжете. Магнитогорск принимает восьмой в истории студенческой хоккейной лиги матч звезд. В рамках этого события гостями нашего города стали 40 лучших игроков лиги. Они представляют 20 команд из 16 субъектов страны. Но прежде чем выйти на ледовую арену, студенты-хоккеисты смогли увидеть металлургическое производство, которое в свое время стало предтечей рождения города в степи. Огромное металлургическое предприятие, которое сегодня делает все, чтобы хоккей, в том числе и студенческий, продолжал оставаться массовым. Приехали на Урал. Редко здесь бываем. Встретили нас очень здорово. Все, что касается условий проживания, питания, все великолепно. Вот привели на комбинат. Это, мне кажется, замечательная экскурсия и полезная будет информация для нас, для всех. Восток и Запад – сборные, которые готовы скрестить клюшки в бескомпромиссном споре в эти выходные. Организаторы разделили на два экскурсионных потока. Западный дивизион, представленный молодыми хоккеистами Центральной России, воочию увидел процесс рождения жидкого металла. Восток, где традиционно больше всего наших уральских спортсменов, узнали все о горячих буднях холодного стана. Я сам из Челябинска, у меня родители инженеры-металлурги. Но так как я выбрал спортивную стезю, почти ничего об этом не знал, только с рассказов. И можно много читать о грандиозности работы флагмана отечественной металлургии, говорит Сергей Жаворонков. Но всегда лучше увидеть своими глазами. Например, как выглядит самый современный цех ММК, чья продукция используется при производстве автомобилей, бытовой техники и в строительной индустрии. Впечатляет масштаб, никогда не видел, как осуществляется прокат, вся вот эта технология. И поражает все равно размерами. Ну и, естественно, отсутствием по факту работников только там на пункте управления. Все очень, скажем так, в ногу со временем. Возможно, этот эмоциональный заряд поможет сделать воскресный матч по-настоящему звездным. Елена Ткач, Владимир Ровенский, телекомпания ТВИН. Глубокое погружение в проблемы в Магнитогорске. Акаволонтеры исследуют состояние дна реки Урал с помощью подводного робота. Проект стал возможен благодаря сотрудничеству Союза молодых металлургов, Центра энергосбережения и экологии МГТУ, спортивного клуба «Металлург Магнитогорск» и реактивной лаборатории. Свидетелем одного из погружений телеуправляемого подводного аппарата стала наша съемочная группа. Акватория реки Урал – это прекрасное место для тренировок спортсменов, проведения различных соревнований и для отдыха горожан. Однако есть моменты, которые способны несколько омрачить пребывание на воде. Водоросли настолько плотным слоем ложатся и стелятся по воде, что затрудняют движение любого судоходства. Точно так же, как и мешают жителям города, наверное, хорошо отдыхать, потому что никто не хочет лезть в болото, все хотят купаться в чистой и красивой воде. Представители Союза молодых «Металлургов» регулярно приводят дно реки в порядок, очищают его подручными средствами. Но иногда работа оказывается неэффективной из-за элементарного недостатка информации. С недавнего времени на страже порядка наряду с активистами стоит подводный робот, который способен исследовать глубины. Мы хотим посмотреть, в каком же состоянии у нас находится акватория, заглянуть вглубь, потому что других способов пока нет. Погружение активисты проводят регулярно. Реализация эко-проекта стала возможной благодаря сотрудничеству специалистов Союза молодых «Металлургов», спортивного клуба «Металлург Магнитогорск» и реактивной лаборатории, а также представителей Центра энергосбережения и экологии МГТУ, которые и предоставили робота. В общем, возможности у него погружаться, по-моему, на глубину до 15 метров. И он, так как он оборудован у нас камерой и светодиодами, мы можем подсветить и, в принципе, увидеть дно. Никакие пробы он не берет, но, в принципе, показать, какая растительность, какая живность там есть, он может. Поехали? Робот легок в управлении, глубина погружения и направление работы контролируется двумя джойстиками. Все, что видят на дне реки, аппарат транслирует на экран планшета. Все полученные в результате исследований данные волонтеры фиксируют и систематизируют. Мы прорабатываем варианты, то есть, конечно, нужно обследовать, потому что без обследования никуда дальше, а так. Так, опять же, посоветовавшись с экологами, с государственными органами, рассматриваем вариант, что, а может быть, косить эту траву. То есть, есть специальные подводные косилки, которые могут быть использованы для этих задач. С целью развития проекта активисты планируют принять участие в конкурсах на гранты президента России и губернатора Челябинской области. Победа в них позволит приобрести специальное оборудование для очистки дна, а также более совершенного подводного робота, своего рода плавучую лабораторию с манипулятором и системой для отбора проб воды и грунта. А значит, в перспективе проблема будет исследована более глубоко и, конечно, решена. В Центре патриотического воспитания молодежи состоялось награждение участниц движения «Швеи Магнитки». В него входит более 200 женщин. Они объединились, чтобы поддержать участников СВО. Жительницам города, которые собирают гуманитарную помощь, вручили благодарственные письма Общественной палаты Магнитогорска. Когда объявили частичную мобилизацию, по всей стране женщины объединились для того, чтобы помочь бойцам, принимающим участие в СВО. Не остались в стороне и жительницы Магнитогорска, которые начали изготавливать для мобилизованных теплую одежду и спальники. Организацию этой работы взяла на себя 45-летняя Дилара Гореева. Дилара занимается цветами, и она вырастила определенный сорт герани. Продала этот сорт герани. И первый взнос за 15 тысяч. Для меня это вот такая сумма, ну нереально, я не цветочница. И она первый свой взнос внесла на закуп ткани. Да, и все, и потом пошло. С этого все пошло. Единомышленников собрала рядом с собой, и мы пошли за ней, потому что мы ее знаем и ей верим. Так появилось женское движение «Швея Магнитки», которое объединило профессионалов и любительниц. И был создан швейный цех, работа в котором шла без выходных. Поначалу, если честно, когда у нас было ограниченное количество людей, у нас девочки приходили в ночь, работали. Вы представляете, они, отработав на комбинате, до 8 часов приходили полдевятого, и в ночь шили спальники, либо костюмы мальчишкам. Но у нас опыт копится. Если мы начинали раньше нашим товарищам-афганцам давать по 20-30 спальников в месяц, то сейчас у нас до 100 спальников и более в месяц отдаем спальников для наших бойцов. Более сотни женщин, вооружившись иголкой и ниткой, начали шить термобелье, антидроновые одеяла, маскировочные костюмы, а также осваивать те виды продукции, которые сегодня остро необходимы фронту. Так появилась группа, которая занимается плетением маскировочных сетей. Сначала плели, как Бог на душу положит, потому что ничего не знали, ничего не понимали, стандартов никаких не могли найти. Потом пришлось изучать вопрос, лазить в интернет, смотреть ГОСТы. А сейчас, мне кажется, что более-менее у нас неплохая продукция. Мы сплели сетей уже, не знаю, больше тысячи квадратных метров, разное предназначение, то есть на блиндаж и на технику. Хочется сказать большое спасибо всем нашим благотворителям, которые нам оказывают помощь. Люди, которые просто приходят и приносят деньги на приобретение тканей. И те, кто у нас работает, в основном у нас группа, знаете, основной контингент 60+. Даже со своих пенсий наши женщины приносят деньги для того, чтобы мы приобретали ткани. Вместе с ветеранами Афганистана и Чечни Шве и Магнитке приняли участие в подготовке и отправке в зону СВО 11 гуманитарных грузов. И по отзывам бойцов, эта продукция пользуется на фронте большим спросом. За нервнодушие, активную гражданскую позицию волонтеров тепло поблагодарил председатель общественной палаты Магнитогорска Владимир Зяблицев. Они не просто чуют на фронт, они дают и одевают тех, кто к ним обращается, уходя на СВО, еще даже в период подготовки. Вы понимаете, это много стоит. При этом, соответственно, не взимая за это никакой платы. Их движение волонтерское, то есть они делают бескорыстно, безвозмездно, с полной отдачей. Я думаю, что они будут расширяться и дальше появятся еще другие направления. Поэтому и таких вот их надо показывать, их надо благодарить, их нужно отмечать. Вручив женщинам благодарственные письма общественной палаты Магнитогорска, Владимир Иванович отметил, что во все сложные времена наша страна объединялась. И именно это помогало выстоять. Татьяна Артенко, Евгений Грудев, телекомпания ТВИН. 26 ноября в России отмечается День матери. В преддверии праздника представители Магнитогорской госавтоинспекции навестили матерей сотрудников, которые особо отличились на службе. Мамам полицейских отличников вручили благодарственные письма и цветы. Такого сюрприза ко Дню матери Галина Юрьевна Перешейна не ожидала. Уже собиралась уходить на обед, но к ней в гости, прямо на рабочее место, вдруг заглянул начальник любимой дочери. Галина Юрьевна, от лица госавтоинспекции и УМВД города Магнитогорска поздравляю вас в День матери. Примите нашу благодарность за достойное воспитание дочери Зинаиды Михайловны. Очень ответственный сотрудник, добросовестный, очень качественно выполняет свои служебные обязанности. В разговоре с сотрудниками ГИБДД Галина Юрьевна призналась, что и сама всегда мечтала работать в силовых структурах. И очень рада, что у ее дочери все получилось и ее ценят на работе. Можно сказать так, что дочь исполнила мою мечту. Я мечтала быть следователем, хотела поступать юридически, но не получилось по жизни. А дочь вот выросла и захотела получить юридическое образование. Ну вот, получилось. Из дочери получился работник МВД. Ей нравится, ей вообще все устраивает, так что я думаю, что это ее место, ее работа. Приятной неожиданностью стал визит сотрудников ГИБДД и для Светланы Леонидовны Изак. От имени госавтоинспекции города Магнитогорска в День матери примите слова искренней благодарности за воспитание достойного сотрудника полиции Изака Олега Юрьевича. Успехи сына – это результат вашего воспитания и бесконечной заботы. Очень приятно, неожиданно, вообще и гордость, и за сына, и за его организацию. Отслужив в российской армии, решил, что вот пойдет, ну как сказать, стража порядка. Я решал, куда пойти, ну выбрал специализацию, направление в ГАИ. Трудно, но нравится. Ответственно подходит к своей работе, к своей должности. Горжусь своим сыном. В преддверии праздника представители госавтоинспекции планируют поздравить 8 матерей своих сотрудников. Благодарственные письма и цветы будут вручены мамам тех полицейских, которые особо отличились в 2023 году. Ведь зачастую большая заслуга в успехах детей принадлежит именно матерям. Любой маме приятно получить в преддверии праздника подарок от сына или дочери, которые являются сотрудниками органов внутренних дел. И благодарственное письмо за подпись у руководителя подразделения, где выражаются слова благодарности за воспитание достойных сотрудников полиции, которые являются примером для коллег, имеют высокие показатели в служебной деятельности. Сотрудники ГИБДД приготовили еще один приятный подарок. В День матери в группе госавтоинспекции Магнитогурска в соцсетях для мам будет выложен поздравительный видеоролик от их детей. Татьяна Артеменко, Виктор Исаев, телекомпания ТВИН. О новостях спорта через несколько секунд. Магнитогурский «Металлург» одержал девятую победу подряд. Помимо очередного успеха порадовало болельщиков и то, что команда впервые в сезоне сумела взять верх над Челябинским трактором. Игра получилась яркой и результативной, а главными героями стали игроки второго звена хозяев, которые на троих набрали 13 очков. О голевом празднике наш спортивный обозреватель Павел Зайцев. Три октябрьских матча «Металлург» трактору проиграл, но тогда магнитогорская команда оказалась в функциональной яме, так что челябинцам во многом повезло. Сейчас подопечный Андрей Разинов в неплохой форме и гости сполна испытали это на себе. Уже на второй минуте после передач Алексея Маклюкова и Никиты Михайлиса Робин Пресс идеально бросил в дальний угол и открыл счет. В середине стартового отрезка Данила Юров выиграл свое единственное вбрасывание в этот вечер и с него началась голевая атака. Макар Хабаров вывел шайбу из своей зоны, Никита Михайлис выдал классную диагональ Александру Питунину, тот сделал отменную подкидку и Юров эффектно закольцевал эпизод, транзитом через перекладину и спину голкипера отправив шайбу в ворота. Уже давно я искал центрального к Михайлису и Питунину. Пробовали Канцерова, он с травмой тогда ушел. И у Даньки получается, сейчас дай бог, чтобы так и продолжалось дальше. Второй период гости начали пугающе активно и едва не сократили отставание. Но магнитогорцы выстояли. Илья Набоков действовал вдохновенно, помогали ему и полевые игроки. Отбив чужие атаки, хозяева забили вновь. Артем Минулин здорово сыграл на чужой синей линии. Денис Зернов выдал пас Никите Михайлису, который отправил шайбу на пятачок, где она удачно отскочила от конька Александра Питунина. 3-0. После этого Никиту подскребали на воротах челябинцев сменил Зак Фукали. Канадец продержался с Ухим около 10 минут. Роман Канцеров дважды подряд заработал на себе нарушение правил. И в расстановке 5 на 3 магнитогорцы организовали роскошную атаку. Робин Пресс сделал мастерский пас, а Никита Михайлис заранее переложил клюшку под неудобную руку и своим великолепным голом заставил улыбаться даже легендарного Сергея Мазякина. На старте заключительного отрезка Михайлис, Юров и Питунин расчертили еще одну классную комбинацию, и под свонами арена «Металлург» зазвучала знаменитая песня «Аргентина и Майка». Все шло к разгромной победе хозяев, но в концовке случился неожиданный поворот. Челябинцы пошли ва-банк и в течение трех с половиной минут сократили разрыв до двух шайб. Катастрофы не произошло, но впечатление от яркой игры магнитогорцев было смазано. Больше обидно за Илью Набокова, что он такие ключевые моменты сегодня тащил-тащил, а мы ему не помогли в концовке. Статистику так сильно, я думаю, подпортили. Но последнее слово осталось за хозяевами. Гол в пустые ворота организовали все те же главные герои. Данила Юров набрал третье очко, Александр Питунин оформил хет-трик и заработал четвертое, а Никита Михайлис повторил рекорд КХЛ. Шесть результативных баллов за игру. Он стал всего вторым игроком «Металлурга» после Евгения Малкина, покорившим этот рубеж. Кто-нибудь заработал шесть очков за «Металлург»? Малкин? Ну вот. А то все ругают, ругают Михайлиса, а он как Малкин уже. Домашнюю серию «Металлург» завершит 25 ноября матчем против самой забивающей команды сезона столичного «Спартака». Прямую трансляцию смотрите в нашем эфире в субботу в 16 часов 20 минут. Павел Зайцев, телекомпания ТВН. Вот уже в 33-й раз в Магнитогорске проходит турнир по боксу среди юниоров, посвященный памяти Евгения Алиханова, погибшего при исполнении интернационального долга в Афганистане. В этом году на соревнования в Магнитку приехали полторы сотни спортсменов. Откуда боксеры и что ждет победителя в специальной весовой категории, расскажем в нашем репортаже. Подобно сказочным богатырям, эти юные спортсмены готовы выйти в ринг, чтобы отстоять честь родного города и клуба. Вот уже более 30 лет в Магнитогорск приезжают боксеры с разных уголков страны на турнир, посвященный памяти Евгения Алиханова, который когда-то также занимался боксом, а после героически погиб в бою в Афганистане. Сергей Лариков сегодня судья по боксу. В детстве занимался в одной секции с Евгением. Из таких вот пацанов, которые занимаются боксом, вырастают вот такие воины, которые потом в нужный трудный момент проявляют свои лучшие качества и на полях сражений и в других местах. И вот Евгений, он был просто обыкновенный пацан, но в нужный момент он стал героем. Сегодня стать героями в мирном бою могут юные спортсмены в возрасте от 14 до 17 лет. Всего в Магнитку приехали более 150 спортсменов из Свердловска, Оренбургско-Курганской областей, Ханты-Мансийского округа и Башкирии. Ребята двух возрастов боксируют. Также турниром преследуют перед собой, за собой. Представление звания – мастера спорта в возрастной группе юниоры. А вот победители в весовой категории 57 килограммов, в которой выступал сам Евгений Алиханов, по традиции получат специальный приз. Каждый год трофей разный. В этом году соревнования посвящены памяти в том числе и воинов, погибших в СВО. Потому и награда соответствующая. В этом году Союз ветеранов Афганистана во главе с Шарафудиновым сделали специальный приз, который собран из тех и был привезен с Донецка, с тех районов СВО. И сделано из металла, который обогрён кровью и сделан из остатков, из разорванных гильз, осколков. Пускай бегает. Держи его там. Держи. Держи. Работа, 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 работа. Держи. Работа, 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 работа. Другое вы найдёте в наших группах, в социальных сетях и на нашем сайте. Впереди вас ждут полезные коммерческие информации, а также прогноз погоды на 25 ноября. Всего доброго и до встречи.